Содержание токсических выбросов в окружающей среде также связано с неправильной утилизацией обычных батареек, которые есть в каждом доме. И этот факт не может не вызывать беспокойство у экологов. При утилизации отработанных солевых батареек обычным способом они поступают на городской полигон для дальнейшего захоронения. При разложении этих батареек в атмосферный воздух выделяются вредные для организма человека вещества. Также они являются источником возгорания отходов на полигоне. Не меньшую опасность вызывает и утилизация с обычными бытовыми отходами ртуть содержащих изделий. При попадании на полигон пары жидкого металла наносят огромный вред всему окружающему. Также попадают в атмосферный воздух, в почву и на воду. Приносят непоправимый вред здоровью человека. Это токсическое воздействие на организм человека. Утилизация отработанных ламп необходима в специализированных организациях для последующего обезвреживания. Но теперь проблема безопасной утилизации отходов высоких классов опасности, к которым относится ртуть содержащая лампочки и элементы питания, для горожан решена. В Нефтекамске установлены модульные контейнеры КМ-2-1 по сбору и дальнейшему вывозу вредных элементов. Эти контейнеры являются универсальными в чем, что они не только для ртутьных содержащих ламп, но и для батареек, для утилизации, сбора батареек. Это химический источник тока, то есть непосредственно бытовой батарейки. Они утилизируются будут у нас в Челябинске. Это Альтер-Эко у нас организация занимается непосредственно утилизацией данных батарейок. То есть это расщепление на графит, тяжелый металл, такие как цинк, ртутьно содержащие батарейки, мы знаем, что содержит потом свинец, как бы тяжелый металл и на черный металл, соответственно. Ртутьно содержащая лампа будет утилизироваться у нас в Уфе. Эко-боксы установлены по улицам Карла Маркса 2, Ленина 13А, 24 и 34, Парковая 27 и 33, Победа 4, Социалистическая 56, 65 и 75, Троителей 39, 75 и 87Б. И еще один в селе энергетик по улице Высоковольтная 14Б. Контейнеры для сбора опасных отходов расположены в общедоступных местах и окрашены в ярко-оранжевый цвет. Марина Медвинская, Иван Кузнецов, Артур Мирзакитов. Информационная программа «Ежедневник».